Город Болин Посидевший город мой Сиротой стоит Дуже тяжко згадывать все Я знаю таки, что наш город был Дуже красивый Розы, каштаны С цветущими каштанами И алими рябинами Вот роз бивали пьяными И алими рябинами И алими рябинами И алими рябинами И алими рябинами Цей макет Був розрахований На 80 000 жителей Место Припят И вот так было Место Ось так и осталось на макете Чернобильская атомная станция На расстоянии На расстоянии Двух с половиной километров От Припяти, от городской черте Я там жил У меня там родился сын У меня там росла дочка Это был мой дом, мой город Мы его строили, понимаете? И в один момент все рухнуло То какие эмоции это может вызвать? Город Припять еще был городом роз И по статистике По некоторым данным Что на 49 000 человек Преподало 30 000 кустов роз 30 000 Представьте себе сколько было роз Ну, был это райский уголок КОНЕЦ 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 На утро И я вышла Такая тишина Абсолютная тишина Люди сплять всі Ни хто не догадает Наверное, что беда такая стрясла и случилась На 26 квітня Те, что было нашою гордістю Стало адресою нашої беды КОНЕЦ 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 После чернобыльской трагедии Многие жители города Припяти Из 30-ти километров зоны Из еще других сел Были эвакуированы Их расселяли по квартирам По детским садикам По школам Город Припять Был эвакуирован за два часа Ситуация была действительно непонятная Даже эвакуацию не сказали на сколько Потому что они знали на сколько говорить Сказали взять продукты на три дня Все Внимание, внимание В связи с аварией На чернобыльской атомной электростанции В городе Припяти Складывается неблагоприятная радиационная обстановка С целью обеспечения Безопасности людей И в первую очередь Детей Возникает необходимость Провести временную эвакуацию Жителей города В близлежащие Населенные пункты Киевской области Рекомендуется Забоевать документы Крайне необходимые вещи А также на первый случай Продукты питания Поэтому все Когда Жители выходили Кто в тарьков Кто в халатиках Кто до дома Оставил своих домашних животных Котов собак Наложили им пищу На несколько дней Многие Выходя из квартиры Оставили и драгоценности И деньги И паспорта даже не брали Поэтому В тапочках выходили Не думали Что эвакуация продлится На всю жизнь На сфере После этого Эти документы и фильмы Были построения 그녁 В этом парадизе Люди могут жить рядом с природой, не хормируют их. Это был утопийный мир, где знания человеческого прогресса и природные встречаются друг с другом и живут спокойно. Продолжение следует... Just exactly after the accident, people were focused on just making newsreels and chronicles, so it was some kind of a debt of a film director to record it on the tape and save it for the future generation. It was like a more positivistic approach, and they used more of a heroic narrative. They were made in this heroic framework. Коли із 70-ї позначки з даху реакторного залу збили вогонь і по цій дорозі медики із санчастини номер 126 вивозили обгорілих і опромінених до кліні Києва та до літаків на Москву, вся боротьба була ще попереду. Ми зробили з дівдів, 15 фільмів, про Чарноби, що ми зробили в Україні, початку з 1974 до 1994, коли Україна була індепентна. з дівдів, 15 фільмів. Єважно. Єважно. Люди думають, що нуклея енергию є більшою для оборудови, ніж працювальні фільмів. Але найбільш працювальні фільмів є багато нуклея енергию і люди не знаю, що це робити. Дякую за перегляд! Вы можете видеть в магазинах, в целом торговле магазина. Сегодня Чернобыл зону, наверное, самый популярный туристический город в Украине. Все, кто приходит в Украину, хотят увидеть Чернобыл. В последние годы, количество туристов на Чернобыл зоне увеличилось в месяц. И в последний год мы уже почти 40 000 посетителей из всего мира. Иногда, это случается, что у нас 300 людей на Чернобыл зоне в день. Иногда больше, иногда больше. Иногда это случается, что у нас 1 000 человек в Чернобыл зоне в день. Сегодня в Украине эксклюзион зоне выглядит как в центре города. Как в Нью-Йорке, в Москве, в Киеве, или везде. Сейчас это выглядит как в Диснейленде. Много туристов, фотографии, 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 фотографии. Эта спирта для полностью оборудованных мест. Нет. Украина Украина в Европе, это означает, как собирать оборудование и оборудование и оборудование. Это например, Роуфтопинг, племя на земле. Также индустриальный туризм. Возвращение оборудований, 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 оборудований. Трипы в эксклюзионных зонах — это только часть целого Урбекса. Эта техника специально-климплинга очень хорошая. Другие отношения между людьми. Они любят это, и они очень рады. Халюлржи! Многие людей приходят здесь, потому что они играют видео-гаме mittки в зоне Чжнобель. Потому что они смотрят на игр, они сюда и смотрят Visual saying. Потому что это раз-в Negó, есть фильм «Сталкер», Тарковский. И фильм был основан на книге «Пикник по дороге». И автор игроков взялся в «Чернобиле» и поставил его в «Чернобиле» в зоне, с всеми вещи из фильма и книги. И они начали смотреть, что я хотел бы увидеть, что я читал, что я видел и что я играл. Люди, которые идут в Припяте, они стаживают комнаты, и они там снимают фотографии. Они уничтожают что-то, которое не должно быть уничтожено. Спасибо большое. Спасибо большое. Седьмой раз я в один раз в один раз в один раз, и каждый раз я в один раз в один раз в один раз в один раз. Многие вещи были поставлены в сцену, как люди привезли в кухню, но вы можете видеть, что кухня 31-летняя, и уничтожена, и уничтожена, и уничтожена, и уничтожена. И это было новое. Это дало огромное деньги для бизнеса и для «Чернобиле» эксклюзионной зоны, потому что это деньги. Они могут платить продажам для работников из эксклюзионной зоны, из туризма. В 2014 году в Украине было очень тяжелое время. И в эксклюзионной зоны работники стабили, и они получили продаж, потому что туризма дала это деньги. Очень много людей, которые воспринимают это просто как источник заработка. Это лес, металл, туризм тот же. И, к сожалению, действительно, зона из этого страдает очень сильно, потому что забирают огромное количество этого металла, пилят историческую наследственность Чернобыльской зоны и Чернобыльской аварии. Действительно, это очень важно. Показывают зону, какой она есть, причем показывают ее постоянно, потому что зона очень сильно меняется, разрушается. И сейчас, за протяжение вот этих вот 11 последних лет, зона изменилась очень в таком негативном контексте, если хотя бы хоть какие-то здания не сохранить. Потому что для нас до сих пор зона остается неким местом, наверное, такого культового поклонения. То есть мы, наверное, единственные, кто свои деньги торчит на то, чтобы покупать фотооборудование, дроны и так далее. Выделяем деньги для того, чтобы выезжать просто в зону и просто снимать ее, пока она еще существует. Наша задача, по крайней мере, это хотя бы виртуализация Припяти, сохранить ее на фотографиях, чтобы действительно показывать это людям. В жизни нужно делать что-то полезное. Я считаю, что действительно самый такой крутой опыт – это ночная съемка в Припяти. Потому что там действительно никого абсолютно нет. Полностью мертвая зона, тишина, спокойствие, луна, звезды. То есть это не стел, вернее, а надпись «Кафе Припять». И прямо из нее Млечный Путь уходит. Такого никто еще не снимал. И вот эти фотографии действительно ценятся. ВОСТОРАНСКОМЕРОНСКОМЕРОТ ДВЕРАНСКОМЕРОТ ЗАНДЕЛИКСОМЕРОТ Пострадиационный экзенен туризм — это основной новым изменством для нашей цивилизации. Потому что мы не visitаем каких-то капиталов, отсюдами и уникалов. Но мы живем в rather рискознении. В только рискознении, то я не имею в виду радиации. Например, по-разному, в Кернобилках зона, комбинает риски в зеленом, где туристы могут легко встретить паку волос, или зеленые бои, моски, довольно большие животные, как очень редкие проживальские птицы. Сегодня в Чернобыльской зоне животное более опасное для туристов, чем радиация. Это экологическая емкость. В зоне отчуждения сейчас около 400 видов позвоночных животных. Редкие животные тоже в зоне живут, иногда говорят возвращаться, но они восстановили численность. Сейчас это крупный резерват европейской лесной фауны, но не более, это не какой-то уникальный радиационный сафари-парк. В зоне, если чувствуешь, можно передать словами. Природа, которая поборолела последствия радиации, последствия Чернобыльской катастрофы, то, от чего человек втекла, где она не может жить, природа все отбудовала и сделала даже лучше, чем было. Это, на самом деле, мое самое сильное воспоминание из этого похода первого. Собирается рассвет, и тут в какой-то момент вы слышите, что в этом самом рыжем лесу метрах в 100 от вас начинают выть волки. Ты боишься этих самых зверей. Ты боишься охраны. Ты боишься радиации. Радиации. У ней нема ні запаху, ні кольору. У ней є лише голос. Ось він. Радиация Радиация Это альфа, бета и гамма. Альфа-радиация Радиация Это довольно тяжелая радио-радиация Радиация 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 Всех, кто знал лиха чего на донесанции. Мы с ними работали с этими. И очень много людей уничтожили. В хоспитале есть метрик, который был в ледочке огня. Мы рассчитываем этот метрик около 25-26 мкс в час. Если вы здесь, и если вы открыли неправильные двери, и вы в неправильном месте больше, чем вы должны, это может быть опасно. Сейчас, в районе радиации в районе, в которой туристы посетят, это 1,000 мкс, чем я рассчитывал 30 лет назад. Каждый группа имеет минимум 1 гига-кантер с гайдом, чтобы показать туристу с гайдом, который был так большой, как гайдом, например, в Киеве, в три дня или два дня. Или, как гайдом, как гайдом, за несколько часов, на автобусе. Наши туристы получают больше радиации на дороге до Чернобыльной зоны, чем в Чернобыльной зоне. Люди часто спрашивают, как опасно, и как безопасно. Но мы знаем, что это нестабельно. Есть разные части нуклеарной, которые могут быть разные массы, и могут двигаться с различной скоростью. В зависимости от воздуха и солнца, ситуация постоянно изменилась в Чернобыльной зоне. Невероятно, это правда. В зоне зоны есть много опасных мест. Самый известный из них, это, конечно же, четвертый реактор. Это саркофаг, который был закрыт новым безопасным конфайментом. И второе по величине опасность место, это Рыжий лес. Который тоже в себе содержит просто катастрофическое количество радионуклидов. Мне приходилось и по Рыжему лесу ходить туда, знаменитому тому самому, которому запредельный уровень радиации были 30 лет назад. Ну, я там был, лет шесть назад. Не сказал бы, что это как-то сказало. Но мне отобразилось. Самое страшное было в том году, позапрошлом, когда горел так называемый Рыжий лес, это прямо возле Припяти, там где самый радиоактивный участок. Радиоактивность и радиация – это природное явление. Оно такое же, как восходство, или заход солнца. И бороться с этим бесполезно. С ним можно, на мой взгляд, только сотрудничать. С радиацией можно жить, но для этого надо ее знать. Сюда приехал в мае 88-го года. На станции отработал 21 год. Из них 10 лет в объекте укрытия, в группе фото-видео и дозиметрической разведки. Когда я здесь начал работать, на третьем блоке, хотелось увидеть и понять самому, что произошло. Практически все походы – они нелегальные. Потому что все походы связаны с переоблучением. Дозы не фиксировались, безусловно. Тут было, скорее всего, такое немое согласие. Потому что, в принципе, это не просто нарушение, это практически преступление для руководства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но многие сталкеры, может быть, 80% из всех сталкеров, не волнувся об радиации. Субтитры создавал DimaTorzok Сталкер – это человек, который сражает restриктированную зону на свое своеоспаление, против всех регуляциях, и вернусь. Без дозиметра дейдешь далеко. Вода может быть contaminada, но в районе в районе эксклюзивной зоны все остальные, потому что партикулосы были уброшены через эти 30 лет. Столкеры знают, где можно получить и фильтр эту воду. И в Припьет, это место, где можно получить много воды. Это вода, и это вода полностью чистая. На данный момент, мы нужна вода, поэтому мы собираемся получить воду из дома, из города. Это где мы получили воду. И вот, и вода выглядит как-то вода. Нет, это не радиоактив, поэтому это хорошо. Все мы должны делать сейчас это фильтр, потому что это немного немного. Рустый. Легальные туристы, операторы, гиды, они просто заинтересованы в том, чтобы сталкеров было как можно меньше, потому что это их бизнес. они запугивают людей для того, чтобы те пользовались их услугами, они доказывали свою необходимость. Потому что вот, когда я, например, первый раз ездил, мне вообще там рассказали, что без гида я вообще никто, и зовут меня никак, и если я отойду куда-нибудь в сторону, меня раздерут волки, задержат военные, там расстреляют из пулеметов, меня возьмут там, я сгорю от радиации где-нибудь в огне. относительно легальных сталкеров, у нас достаточно напряженные отношения, насколько их лидеры относительно негативно для нас сталкеров. Они считают, что мы забрудняем зону, мы несем какую-то загрозу. несем. Легальные компании не очень любят сталкеров, но опять же в этих же самых легальных компаниях работают эти же самые эксурсоводы, которые видят этого самого сталкера, вспоминают, как они были в этих же ситуациях и может просто банально, по-человечески дать вам воды. Это было где-то, наверное, начало двухтысячных годов, по-моему, когда первый раз начал услышать, что тех, кто ходит в зону, называют сталкерами. Ну, мне это не нравилось. Я категорически был против. Сталкер в произведении Стургатских это преступник, вор, который ходил в зону для обогащения, так будем говорить. Оно наполнилось другим смыслом уже. Самый главный кайф сталкера это перетнуть кордон, прийти туда, куда не можно, и уникать все эти элементы охраны, патрули, какие-то там заставы, вышки, и повернуть так само, непомеченным. Нелегальный поход в зону отчуждения пешком в среднем занимает от 35 до 50 км в одну сторону. Это зависит от маршрута. Маршрутов есть около 10 разных, все они отличаются по сложности, по количеству деревьев, по количеству населенных пунктов, где можно переночевать, отличаются по количеству полицейских, которые можно встретить по пути. анатолийный пункт защищен от армии, специальные силы, и если вы выгодны по полицей, если вы в группе людей, это может быть криминал. Вы можете идти в жилье. В 8 лет назад было сложно прийти в зону эксклюзионного зона. После 5-6 лет мы можем встретить 15, 16, 20 человек в зону эксклюзионного зона. Некоторые, для того, для того, чтобы показать что вы очень сильный партнер, и вы можете пасть боблажей, вы можете хранить полицей, и сделать красивую фотографию на этапе. Некоторые сталкеры очень интересны в истории Советской истории и в истории и в истории нуклеарной истории и в 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 истории Физическая география СССР в 82-м году. Блин, почему она так сохраняется хорошо? Серьезно. Сейчас много сталкеров из Полнии, Германии, из Франции, но они выглядят более как туристы. Первые сталкеры которые обеспечивают зону. Украина, Беларусь, и Россия. В России есть какая-то фраза с ними можно пойти в разведку. Вы можете быть с ними с ними everywhere вы хотите. это хорошая команда для путешествия. И вы знаете, что ваша всегда стабильная потому что твои друзья с тобой. если вы ходите в Чернобыльскую зону, и вы останавливаетесь в Припяти, то вы делаете себе квартиру. То есть если вы ходите часто, вы эту квартиру обустраиваете. Вы оставляете какую-то еду, которая не пригодится вам в этом походе. есть такие кланы сталкерские. Ребята, которые ходят к какой-то компании и вас ждут с другими сталкерскими объединениями. Например, вы приходите на чью-то квартиру в Припяти и находите продукты. Люди, которые обосновали эту квартиру в Припяти. И вы их забираете. Понятно, что человек, который делал продукты, которые туда их принес, оставил, будет не сильно рад, когда узнает, что их там нет. Либо придет и узнает. Может быть конфликт. и Субтитры создавал DimaTorzok 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 And a lot of stalkers drink a lot Поехали! Это как раздражение. Я беру водку, и это выглядит как 1 литр водка по 10 километрам. Я это не приветствую. Значит, если ты сталкер, что значит сталкер? Сталкер – это тот, который незаконно туда, в зону эту заходит. Незаконно! Так как вы хотите, чтобы я это одобрял? Если это прямое нарушение закона. И кукугриня потом вылезет через 10 лет, он говорит, не дай бог, конечно, но все может быть. Чем и страшна эта зона. Что радиация, ее ж нельзя ни на ощупь, ни на нюх, ни на чего никак определить. Только приборов. Это если у тебя прибор включенный. Это действительно очень интересная личная эксперт. Конечно, это довольно тяжело путешествовать более 30 километров, путешествовать на реку, чтобы избежать от богов, и, в конце концов, приехать в городе Припять и чувствовать герою. Так что я могу понять. Но я хочу сказать, что сталкеры, которые у них дозиметры, они не ступят, не более ступят чем обычные люди. Они просто имеют более широкий вид на риск для радиации чем обычные люди. Что мы делаем сейчас не допустим, чтобы спрессировать этот желание и этот движение. Это уже движение и субкультура. И вот в принципе первая сходка у нас была еще в феврале месяце, по-моему. Это зима была. Пришло довольно много людей. Мы решили это перенести все вот так, на свежий воздух, туда, где может прийти каждый и может услышать абсолютно все, что он хочет. Последний поход мой был, то есть я его завершил 2-го числа августа этого года 2017-го. Это был ровно 50-й поход, юбилейный. Это был мой первый поход в ЧЗО. Я вернулся буквально на днях. Я мечтал об этом походе уже несколько лет. И наконец-то исполнил свою мечту. Мои родители, конечно же, были против этого похода, потому что они знают, что там радиация. Они 20 лет назад бежали оттуда, а теперь их сын идет в эту зону. Для нас зона — это живое. Подобное отношение к зоне, как к живому окремому организму, который нас покарает, если мы будем плохо с ним относиться, в принципе, у всех сталкеров. Священное место, куда ходят, как в храм. После одного раза появляется желание вернуться еще раз и еще раз, посмотреть что-то новое. И как-то так. Там особенное место просто, куда хочется постоянно возвращаться. В 2012 году, когда я начала ходить в зону, женщин, сталкеров было достаточно мало. И я их как таковых не встречала. Сейчас, на данный момент, к 2017 году, женщин-сталкеров стало весьма и весьма много, поэтому я не вижу даже какой-либо проблемы найти себе попутчицу в поход. Ну, мне еще не доводилось ездить, но я планирую в следующем году весной посетить. Мне очень нравится Чернобыль, там интересно, он безумно привлекает. Но в первую очередь меня интересует действительно посмотреть на реактор, на заброшенный город. Дугу тоже можно подняться. Дугу. 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 Что такое. Есть, это Resident Final Cut Nerfống, Систем. Гласс. Зона — это романтика. Вот. И теперь мы встречаемся. Часто ходим вдвоём, то есть наслаждаемся этой атмосферой. Гуляем, отдыхаем, посещаем заброшенные сёла, города. Конечно же, это адреналин. Вы можете пережить, почувствовать на своей шкуре вот эту всю атмосферу, которая там находится, атмосферу ночной Припяти, когда вы поднимаетесь на 16-этажку в городе ночью, в мёртвом городе, в котором нет ни одного окна, и смотрите на горизонт. И на этом горизонте находится Чернобыльская атомная электростанция, которая подсвечена как огромный корабль со всех сторон. День рождения Некоторые сталкеры получили другую историю. Многие у нас родители, которые были уничтожители. Чернобыльская катастрофа involved более 300 000 уничтожителей для уничтожения этой катастрофы в 1986-1987. 300 000 человек. После аварии для того, чтобы чистить покриваль третьего и то, что осталось от четвертого энергоблока, были задействованы специальные роботы, которые должны были скидать радиоактивный мусор до четвертого энергоблока. Но они не делали своей работы с высокой уровнем радиоактивции. Они выходили из строя. Поэтому были задействованы люди, это солдаты. Рунко, товарищ полковнику, звезденный за ГИН Днепропетровской области прибыл в городе Чорнобиль для участия у ликвидации наследия аварии на Чорнобыльской АЭС. Так же ребята, которые в свое время дезактивацию делали, их называли биороботами, на две минуты бежали на стель саркофага, курсанты, войсковы, скидывали три-четыре лопати того грунта, который там был, радіаційного, и бежали назад. Для кого-то этот выход был смертельным, потому что... Локвидация, история о Чернобиле, это одна из самых глубоких и тяжелых историй союзовской период, Украины и весь мир. Потому что первые дни, первые недели, они пытались遮дать информацию о катаструфе. Что случилось? Товарищи, но гласность, это еще право говорить о профессиональных вещах, от которых зависит жизнь и здоровье наших людей. Раз на Украине понатыкано два десятка атомных объектов, то каждый житель Украины должен знать о работе атомного объекта. Стряпать как пирожки 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 или жителей в контаминатной области. Из-за этого стресса, состояния депрессии, экономических трудностей, иммунитет падает, и это может из-за увеличения канцеров. Но они не издевают из-за irradiации, как физическое дело. Мы страдали. Как же он страдал. Как же он умирал. Я все видела. Люди думают, что если они не видят радиации, это может не существовать. Но это не правда. Люди, которые борются на огонь на 26 апреля, я думаю, что многие из них просто живут несколько месяцев или несколько месяцев. Но я думаю, что ликвидаторы не знали, что это опасно. Мой папа был ликвидатор, и он сначала был контракт за год, а затем он продолжал это. Я не уверен, что моя мама была, и возможно, она была, но я думаю, что, according к ней, она говорила с дедом о том, как опасно его работа была, но он продолжал работать там, потому что это было хорошие деньги. Он работал там четыре года, и потом он возвращался к Киеву, и он уже был очень больным, и умер. И потом он только живет за шесть лет, и умер. Для меня радиация – это очень-очень страшное. Я работал на ликвидации последствий аварии Челенобольской С. Я могу сказать, что относительно здоровья информация скрывалась. Я тому был свидетель. Мы проходили там медицинские осмотры, и в медицинских осмотрах не писали ту настоящую информацию, какую радиацию люди имели. Я рассказывал этот случай, когда я свой дозиметр положил, специально мне нужно было время для того, чтобы съездить к беременной супруге. Я свой дозиметр положил в место, где была очень большая радиация. Я его сдавал на проверку и надеялся, что мне скажут, что у меня большой уровень радиации, и меня отправят обратно в Киев. Но когда я вернулся в Чернобыль и пришел за этим же дозиметром, то мне сказали, что у меня все нормально. Хоть я и был инженером, я недавно закончил институт, и мне доверяли достаточно серьезные работы, но я был так же наивен, как, может быть, сегодняшний «Сталкер». А вот это редкая фотография, где я сфотографировался напротив 5-6 энергоблока. Это буквально в нескольких сот метрах от 3-4, которые взорвались. Это, условно, медаль за то, что я был участником ликвидации последствий аварии. Славунич виник за редь після катастрофи. Поэтому появилась идея построить место, в котором могли бы жить работники Чернобыльской АЕС. Но оно должно быть за межами Чернобыльской зоны, за межами зоны отчужения. И из него должно быть удобно добираться до самой станции. Я глубоко уверен, что это особенное место, потому что здесь живут на самом деле герои. Это храм-памятник. Такий храм, наверное, один. На этой иконе изображены души тех, кто отдал свое жизнь для того, чтобы мы жили. И мы тут бачим на иконе даже изображены сами дедки. Владика Лонген, он очень обеспечился детьми, которые получили заболевание в связи с чернобыльской трагедией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю так много людей, которые пришли к Чернобыльской, и они так много впечатлили от места или от атмосферы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не был очень сильно оттенен от атмосферы в зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша система наблюдения спустя 2 недели, только 2 недели, зафиксировали Йод-131, Цезис-134, Цезис-137 и еще несколько аварийных радионуклидов. То есть достаточно было 14 дней, чтобы радионуклиды из аварийного реактора Фукусимы облетели всю Евразию, ну будем говорить честно, весь континент. И когда будет наступный ядерный вибух на черговой атомной электростанции, неведомо. Но единственное, что мы уверены, что он будет однозначным. Питание только, где он вибухнет наступного раза. Мы получили много посетителей из Японии, и особенно из города Фукушима. Не только обычные туристы, но и другие предприятия, которые изучают нашу опыт пострадиационный аварийный туризм, как средства экономической, психологической и социальной восстановленности в обществе, которые влияют на то, что произошло. Припиат и Чарнобиле – это заболевание. Если вы испытываете это разуме, вы хотите снова увидеть, вы хотите увидеть больше местных. Для меня Чернобыльская зона – это еще момент побега от цивилизации. Я в некоторой степени тяготею к постапокалиптической культуре, если это можно таковым назвать. То есть увидеть полностью заброшенный город, поглощенный природой – это нечто невероятное. Там даже воздух другой. То есть, это, так я расскажу, никто не поймет, это стоит ощутить. Это суть от парадеза, катастрофе и Nightmare, и травма, до парадеза, опять, и превратится в наше время для туристов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА